Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, мы говорим о самых важных событиях и самых интересных людях, которые эти события создают. С вами программа «Открытый диалог». И сегодня у нас заместитель генерального директора компании «Моссобл ЕРЦ» Глеб Шамилевич Латыпов. Здравствуйте, Глеб Шамилевич. Здравствуйте, добрый день. Ну, для того, чтобы вас не пугала эта аббревиатура «Моссобл ЕРЦ» – это единый информационно-расчетный центр. Правильно я понимаю? Все правильно. И сегодня мы поговорим об очень, на мой взгляд, важном событии. И, возможно, кто-то из вас сейчас столкнулся с такой странной системой, что к вам приходит расчетный листок по поводу оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые вы уже вроде как оплатили, а не видит его система. Что произошло? Вы начинаете нервничать? Вам кажется, что какие-то мошенники рядом орудуют? Тем более, что, к сожалению, мошенники в последнее время умеют быстренько пристроиться к той или иной компании, занимающейся оформлением и предоставлением тех или иных услуг. Поэтому Глеб Латыпов сегодня нам расскажет, так ли страшен черт, как его молюют. Скажите, пожалуйста, что же произошло? Почему сейчас у нас как бы две вроде бы системы? Или все-таки одна? Ну, давайте так, успокоим сразу же жителей. Ну, я же должен как-то. Двух систем не существует. Безусловно, мы приступили на территории городского округа Люберцы к работе, начиная с июля месяца. Соответственно, все начисления и передачу баз данных в наш адрес произвели предыдущие агенты, которые занимались на территории Люберцы. Как бы местные агенты. Местные, да. Которые занимались этой работой. И, соответственно, во время передачи, ввиду того, что получен большой массив данных, не все данные были корректно отражены. В этой связи мне хотелось, в первую очередь, пользуясь случаем, принести извинения нашим жителям в рамках полученного дискомфорта и переживаний, которые они получили. Более того, четко отфиксировать, получив данную функцию, взяли на себя и ответственность. Обеспечить и скорректировать все эти данные собственными силами. То есть, соответственно, успокоить жителей и сказать еще раз, что да, с июля месяца мы приступили к работе на территории. И целиком полностью отвечаем за все квитанции, полученные в ящиках жителей и за те данные и цифры, которые отражены в этих квитанциях. Давайте постепенно. Сейчас правильная квитанция, и она единственная правильная, которая должна приходить, это Мособл.ИРЦ. То есть, Московский областной единый инвестиционно-расчетный центр. До этого был местный агент. И я так понимаю, что теперь эта система по всей Московской области будет работать. Не только в городском округе Люберцы. Смотрите, здесь даже ситуация такова, что Люберцы были фактически уже одним из последних территорий, одних из последних территориальных таких образований Московской области, которые были не охвачены вот этим проектом, который реализовывается уже на протяжении пяти лет по всей территории. На сегодняшний день охват свыше, ну, не побоюсь сказать, свыше 85-90% территории и работы управляющих компаний совместно через нас. И вот тут тогда возникает сразу же вопрос, вы уж простите, потому что вопросов очень много. Почему нельзя было в течение пяти лет сделать такую систему, чтобы простой гражданин не переживал и получил вовремя новую квитанцию? Почему необходимо было за счет пользователей, за счет граждан создавать им этот дискомфорт? Смотрите, ну, насчет предоставленного дискомфорта я еще сакцентировал, насчет того, что мы понимаем и принимаем все это в рамках собственной ответственности и исправления ситуации. Но хотелось бы сказать, что ввиду того, что массив данных по городскому округу достаточно большой, это свыше 100 тысяч лицевых счетов, в этой связи, ну, как вот при работе с большими данными, всегда имеются некие такие дельта выпадения погрешности, даже в объеме пускай одного процента. Это уже тысячи, тысячи жителей, которые, возможно, ну, то есть получили данного рода некорректности. А у вас есть данные, какова сейчас погрешность? На сегодняшний день нами приложены все усилия, причем не одностороннего плана, потому что сформированная квитанция – это не односторонний процесс. Мы цифры и данные с потолка не берем и сами самостоятельно не вписываем в эти квитанции. Это те данные, которые мы получили от предыдущего агента, проводящего начисления, от управляющих компаний. То есть это процесс ежемесячного наполнения данных, в том числе и с участием самих жителей. Потому что, чтобы эта квитанция была максимально корректной, в эту квитанцию входят данные управляющей компании, которые ежемесячно передают показания по общедомовым приборам учета, и те данные, которые передает каждый житель непосредственно ежемесячно в наш адрес, передавая свои собственные показания по индивидуальным приборам учета. Поэтому весь комплекс вот этих взаимодействий как раз и является итоговым выражением тех цифр, которые получаются уже в самой квитанции. Скажите, пожалуйста, и сколько будет продолжаться этот, назовем его, переходный период? Когда вы планируете выйти уже на идеальную систему? Ввиду того, что статистически уже наработан некий такой порядок захода на территорию и отработка всех вот этих вот некорректных шероховатостей, которые имеют место быть возможно, до трех месяцев. Это максимальный срок, когда мы с учетом тех вот подключенных усилий, безусловно, с помощью наших жителей в рамках передачи последних показаний, потому что мы всегда говорим из основы, берем те данные, которые предоставляют нам жители. Поэтому корректировку и выверку каждого лицевого счета мы произведем на основании тех данных, которые передадут нам жители. То есть правильно я понимаю, что мы считаем от июля, то есть получается до 1 ноября? Да. Примерно. Фактически я могу сказать, то есть на сегодняшний день выверка по всем лицевым счетам дополнительно проведена совместно с усилиями управляющих компаний предыдущего расчетного агента. И на сегодняшний день я могу сказать, что мы фактически выверили уже на 99% каждую квитанцию. Скажите, а была возможность или предупреждали как-то граждан до того, как будет этот переход, что, уважаемые граждане, что мы в течение трех месяцев у нас будет переходный период. Обращаем ваше внимание. Тра-та-та и так далее. Смотрите, перед заходом на любую территорию мы, безусловно, анонсируем этот вопрос через средства массовой информации, через публикацию на собственном сайте максимально. Но в любом случае данная информация до жителей всегда доходит только тогда, когда это его лично касается. То есть понятно, что информационно мы прилагали усилия о том, что мы заходим на территорию, что будут определенного рода изменения, что сам вид квитанции притерпит определенные изменения, контактные данные и все остальное. Но в любом случае квитанция явилась как раз тем самым конечным, скажем, драйвером для того, чтобы жители всколыхнулись и пошли к нам. Сколыхнули, что-то пошло не так. Скажите, пожалуйста, последнее, и уже перейдем к новым квитанциям и к новой системе оплаты. Всегда интересно узнать, за что же мы с вами платим, по крайней мере, на новом этапе нашей жизни. Вот те люди, которые, ну, очень добросовестные граждане, они получили, подумали, ну, раз пришла еще одна квитанция, надо, наверное, платить. Возможно, кто-то двойную оплату произвел. Как сейчас будет разруливаться эта ситуация, когда человек лишних денег дал вам? Смотрите, двойных квитанций на территории городского округа не было. Это точно и однозначно мы официально заявляем. А в части неучтенных, не до конца прогруженных оплат предыдущих квитанций, которые имели место быть, соответственно, выпустив свои собственные квитанции, от нашей компании, мы могли такого рода допустить ситуацию, когда житель получил текущее начисление и неучтенные предыдущие оплаты. Соответственно, счет, выставленный и того к оплате, мог превышать в два раза реальную сумму. Об этом мы дополнительно всегда информировали и, пользуясь случаем сегодня, еще раз хотим подчеркнуть, что оплачивать нужно тот только лишь объем, который каждый житель верифицирует самостоятельно. Если он платил 4 тысячи ежемесячно, он уверен в этом. У него есть подтверждающие первичные документы, платежные документы в адрес предыдущего агента. Соответственно, оплачивать нужен только тот объем, который фактически четко отфиксирован в рамках ежемесячного потребления. Хорошо. А если человек все-таки запутался, мы понимаем, что граждане... Ничего страшного. Куда он может обратиться, чтобы уточнить? Дополнительно по Люберцам нами предусмотрена, во-первых, работа в рамках открытия 8 клиентских офисов, которые действуют на территории Люберца. Они будут Мособлгерц называться, да? Они целиком полностью с нашей вывеской, с названием нашей компании Мособлгерц. Соответственно, помимо офисов, выделено дополнительно, помимо имеющейся горячей линии областной по нашей компании, выделено два дополнительных телефонных номера для жителей Люберец, по которым они тоже могут позвонить, удостовериться, успокоить себя, например, и выяснить ситуацию по своей квитанции, а также передать свои показания приборов учета по этим телефонам. Дополнительно можно все сделать, зарегистрировавшись на сайте, в личном кабинете нашей компании. Это вообще позволит производить все полностью необходимые корректировки и оплачивать саму квитанцию, не выходя из дома, сидя на диване, без комиссии. Давайте мы о квитанции, самое это очень интересно, за что мы платим, и как работает эта система, поговорим о второй части нашей программы, а сейчас вернемся к этим глобальным изменениям. Ну, начальным стартовым нам. Скажите, сейчас поговаривают и в Москве, в больших городах, ну, по крайней мере, да, мы настолько уже, есть такое слово, выинтервлены, то есть пользуемся интернетом, что все чаще говорят об онлайн-оплате как единственный. Насколько долго еще мы будем получать, то есть насколько долго почтовые ящики нам еще будут нужны? Бумага будет к нам приходить или все-таки будет скоро счет только в интернете? Вы знаете, мы тоже не стоим на месте, в этом смысле мы как бы на шаг, возможно, впереди. Вот то, что вы сейчас, так скажем, в виде вопроса задали наш адрес, мы уже имеем реальную развернутое решение данного вопроса. Это возможность выбрать самостоятельно уже вариант доставки либо бумажного вида квитанции, либо в электронном виде. То есть это на сегодняшний день реализовано, и в нашей компании, в принципе, есть достаточно большое количество пользователей интернета, жителей, которым дополнительная, скажем, доставка в почтовый ящик бумажных носителей не требуется. Поэтому это можно сделать просто либо по заявлению нашей территориальных управления, либо на сайте, ну, то есть в личном кабинете, непосредственно оперируя со своими данными. Но тут возникает другой вопрос. Но вдруг интернет... Тогда есть бумага. Что тогда? А, ну, а мы-то уже, я же поставил галочку. Понятно, галочку вы поставили, но система, которая учитывает вообще все ваши оплаты, где вы оплачивали, когда вы оплачивали, она едина, целиком полностью, скажем, в нескольких базах данных подстрахована, она, скажем, гарантирована. То есть она у вас на бумаге тоже есть. И на бумаге, и во всех носителях. Потому что первичные документации, те же самые квитки, которые отрезаете с одной стороны вы, непосредственно другие, кассовые, те же самые первичные бухгалтерские документы, также сохраняются и для сверки. Ну, просто я имею в виду, если вдруг с интернетом что-то произойдет, я могу к вам прийти и на меня все есть. Прежде чем мы уйдем на перерыв, все-таки что такое Московская областная единый информационно-расчетный центр? Что это за организация? Как она работает? Данная организация создана и целиком полностью учреждена по решению правительства Московской области. Учредителем нашим является как раз правительство Московской области. Фактически это проект губернатора в рамках реализации системы, которая была бы максимально прозрачно, понятна и как основной ее критерий это недопущение какого-либо злоупотребления полученными денежными средствами со стороны наших населений, чтобы житель, оплачивая по этой квитанции, был уверен и спокоен, что эти деньги поступят до конечного потребителя. Как в банке. Как в банке. Дело в том, что при оплате по этой квитанции, если житель оплачивает 100%, то все участники, каждая строчка, это договор. Управляющая компания, тепло, вода, свет. Так вот, оплачивая 100%, каждый из участников этой квитанции получает свою долю 100%. В случае оплаты, допустим, по всяким жизненным обстоятельствам, и 50% суммы, допустим, но нет сегодня, то каждый участник получит только 50% от суммы собственных, скажем так, выставленных начислений по конкретной квартире. Хорошо, но есть свет, есть вода, все остальное. То есть это все будет в едином счете. Да, это будет единое. А вот то, что раньше приходил свет отдельно, например, телефон отдельно, это совсем другая история, но тем не менее. Я хочу сказать так, ведь для того, чтобы какая-либо услуга оказалась в нашем едином платежном документе, это необходимо конкретному поставщику либо управляющей компании заключить договор с нашей организацией. И с этого момента, как только подписан договор, данная услуга будет включена в единый перечень. Я так понимаю, что вы их заставили это сделать. Ну, никаким образом. Здесь вопрос, скажем так, выбора и конкурентного возможного преимущества либо предложения, которое было представлено. Потому что выбор всегда стоит за управляющей компанией, посредством чего и как осуществлять свою деятельность. Вот об этом мы и поговорим с вами, что такое управляющая компания сегодня и что все-таки прописано в этом замечательном счете по предоставлению услуг. Программа «Открытый диалог». Вернемся совсем скоро. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И говорим сегодня мы с заместителем генерального директора компании МосОбл.ЕЭрц, Московский областной единый информационно-расчетный центр, чтобы вы понимали расшифровываю. Это Глеб Шамильевич Латыпов. Еще раз добрый день. Скажите, пожалуйста, Глеб Шамильевич, Вот мы знаем эти кодовые, таинственные, для кого-то секретные слова. Управляющая компания. Вот как это сегодня работает? Кто нам в итоге начисляет все эти цифры? И где искать свою управляющую компанию? Ну, управляющая компания – это основной, в принципе, участник взаимоотношений между жителями всей системы жилищно-коммунального хозяйства. Это как раз-таки посредственно через управляющую компанию реализовываются все необходимые требования в рамках санитарного содержания, благоустройства дворовой территории, внутреннего содержания инженерных сетей, для того, чтобы дом функционировал, дома было чисто, внутри. И, соответственно, все соответствовало тем требованиям, которые жители, фактически выбирая конкретную управляющую компанию, прописывают в договоре управления. Ну, чтобы кто-нибудь часть трубы не вырезал. Ну, это в первую очередь. И, соответственно, начисление, в том числе, это функция управляющей компании. И здесь уже вопрос такого плана. Делать данный процесс самостоятельно, либо переключить эту всю работу на специализированную, вот, скажем, имеющую уже определенные наработки, компанию, как, ну, наша МОСОБУЛ ЕРТИК. Те управляющие компании, которые на сегодняшний день существуют в городском округе Люберцы, все ли они проверены, они проходят какой-то, имеют какой-то контроль, может быть, с вашей стороны, с стороны других органов. Просто есть ощущение, что все, что связано с жилищем, да, на уровне строительства и на уровне обслуживания, иногда попахивает коррупцией, мошенничеством, какими-то странными схемами. Мы же знаем историю, когда есть один, там, лидер дом, потом вдруг появляется другой, да, потому что надо выбрать эту компанию. Вот насколько сегодня эта система очищена от таких негативных явлений? Ну, я, в свою очередь, так как тоже тот же самый житель, да, находящийся в том же жилом фонде, соответственно, могу четко понимать, что основным критерием справедливости и правды это ощущение внутренней уверенности, что я оплачиваю тот объем, который реально выставлен по моей квартире, а это элементарно перепроверить, перемножив объем собственного потребленной воды и электричества на тот тариф, который действует на территории, и сверить. Следующий момент того, что насколько управляющие компании устраивает, не устраивает. Безусловно, здесь вопрос тех же самых жителей. Это комфортного пребывания внутри своего дома и на своей территории. Если все хорошо, вы правильно сказали, что я даже не озадачиваюсь проблематикой, кто этим всем занимается, какие такие волшебники устраивают нормальное существование вокруг моего дома. Но и, безусловно, в рамках контроля всей системы ЖКХ существуют такие контролирующие органы, это как Государственная жилищная инспекция Московской области, безусловно. И, соответственно, легитимность присутствия той или иной управляющей компании можно проверить нахождением в реестре, утвержденном и, скажем, фактически аккредитованном непосредственно в ГЖИ. Если данная управляющая компания в реестре Госжилой инспекции отсутствует, то, соответственно, управлять данным жилым массивом, домом она не имеет права. Вот теперь о цифрах. Вы сами затронули эту тему, и мы, наконец, подходим к самому главному. Вот скажите, почему мы платим сегодня именно столько, сколько мы платим? И вот вы так легко сказали, как человек, который находится внутри этой системы, что это же легко, там, что-то посчитать, перемножить, да? Это же надо найти какие-то цифры, сколько и так далее. Вот как найти правду, почему мы столько платим? Ну, сюда входит именно, что входит в эту платежку. Расскажите о каждом пункте, и как его можно проверить. Ну, во-первых, верифицировать объем потребленной воды по прибору учета. В случае отсутствия по нормативу и тарифу, который утвержден и действует на конкретно вашей территории. Где посмотреть? Это целиком полностью информация публичная, которая, безусловно, присутствует в вашей администрации, на сайтах. Это утвержденные тарифы, которые Советом местных депутатов утверждаются и действуют на территории соответствующего городского округа. А также в рамках утвержденных тарифов комитета по тарифам Московской области. Это в виде постановлений и конкретных решений, которые имеют публичный характер. Это не скрытая информация, она достаточно публикуется и в газетах, и в рамках изменения. Информационно доносится на всех тех же самых информационных стендах и досках. Кто хочет, тот найдет. Скажите, пожалуйста, сейчас, секундочку, вот если вернемся к счетчикам, да, ну, легко понять, что от августа вычесть июль, и ты понимаешь разницу. Ну, разницу, да. И умножаешь потом на тот тариф, который твоя же управляющая компания в твоем, скажем, доме. Хорошо, с водой более-менее понятно. С электричеством тоже, все, что с приборами. Да. Вас даже не буду спрашивать сегодня по поводу вот этих огромных, сумасшедших, фантастических, мошеннических схем по поводу поверки счетчиков. Сам это все проходил, что, напоминаю нашим телезрителям, если вам необходимо действительно выполнить поверку, вы можете проверить это на сайте, который представляет государственные услуги. Там есть специальная циферка, на нее зайти, посмотреть. И обращаю ваше внимание, что компания, которая имеет право проводить поверку по счетчикам, она должна быть тоже сертифицирована. Безусловно. Она тоже должна входить в реестр, у нее должна быть лицензия. И определенный, скажем, перечень и таких утвержденных, согласованных компаний присутствует у нас, в наших территориальных офисах. То есть мы можем рекомендовать жителям в случае обращения вот эти компании, которые, безусловно, имеют право, сертифицированы и аккредитованы на этой территории. Это очень хорошо. Скажите, счетчиками сегодня, есть у вас информация, насколько счетчиками воды полностью обеспечит городской округ Люберцы? В каком процентное соотношение? Вы знаете, как, оприборивание. Оприборивание, да, интересное слово. Назовем, да, его. То есть то, что установка приборов учета непосредственно по тем помещениям, где проживают сами жители, это обязанность самого собственника жилого помещения. В случае, если квартира приватизирована, либо приобретена коммерческим путем, да, то это, безусловно, обязанность и фактически собственное желание самого же. Но процентного нет у вас, да, цифр? Сколько в городском Люберце, счетчиков воды? Ну, на вскидку я скажу так, что сейчас созданы достаточно все вот эти условия для установки, потому что пользоваться водой либо ресурсом без прибора не совсем выгодно. Есть нормативы, которые мотивируют. Но процент общий, который есть статистически по области, он свыше 70%. Скажите, ну городском Люберце у нас единая стоимость холодной воды и горячей воды. Конечно же. Конечно, это единые тарифы, которые сейчас я сходу не скажу вам. Не скажите. Хорошо. Ну, это правда, потому что они везде на карте. Электричество тоже единое. Да, безусловно. Теперь, ремонт. Наша любимая статья, где, как нам кажется, можно внести все, что угодно. И там тоже какие-то цифры иногда очень большие. Как это работает? Ну, понятно, счетчик есть. Это то, что я, так сказать, водой воспользовался, светом воспользовался. А как ремонт вы считаете? То, что вот у меня, например, там, где я живу на первом этаже, так, половина первого этажа положили плитку, вернее, плиткой оформили стены, и на этом все закончилось. Это вот ремонт. Смотрите, ну, давайте вот все-таки четко зафиксируем те функции, которые закрыты. Давайте, я не хочу услышать. Мы, безусловно, производим расчеты, в том числе и за фонд капитального ремонта, которая тоже отдельная строчка, присутствует в каждой квитанции. Отчисление по фонду капитального ремонта производят все жители Московской области, без исключения. То, что касается собственного, ну, приватизированного либо коммерческого жилья, в части квартир по соцнайму – это обязанность, опять-таки, собственники, но муниципалитет и, соответственно, стоимость отчислений по фонду капитального ремонта тоже понятна и определена по всей территории для каждого, каждой квартиры, для каждого жителя. Она одинаковая. 9 рублей 7 копеек. И эти деньги идут на то, чтобы в моем подъезде все было вовремя покрашено нормальной краской, чтобы окна не выпадали на улицу и чтобы фасад был отремонтирован. Или этого не хватит? Смотрите, у нас, как у жителей, вопрос бремени содержания нашего имущества, оно как раз и распределено на всех. И оно строится, исходя из сборов средств на капитальный ремонт, где четко прописан перечень работ и услуг, которые можно произвести в рамках фонда капитального ремонта. Это такие глобальные замены лифтового оборудования, это перекрытие крыши, ремонт фасадов и так далее. То есть это то, что входит в рамках затраты и сбор денежных средств по фонду капитального ремонта. Вот о чем вы говорите. Покраска подъездов, замена, возможно, входной двери, шатающихся петель, замена остекления. Это все в рамках статьи управления содержанием, которая тоже выставляется, конкретно утвержденный тариф, который действует уже с вашей управляющей компанией. То есть это не денег рублей, а что-то другое? Нет, это что-то другое. Это в рамках статьи содержания управления жилым помещением. Это отдельная строчка. Как она называется? Все деньги, которые собирает управляющая компания. Тоже с нас? Да, но это везде так. И на эти деньги она осуществляет в том числе и уборку, и ремонт, вот как раз текущий ремонт и содержание вашего дома. Но логика подсказывает, что две статьи про ремонт. Почему их не объединены? Одна называется «Капитальный ремонт». И причем средства, собираемые фонд капитального ремонта, они контролируются на уровне государства. Это же государственная программа. создан региональный территориальный фонд капитального ремонта Московской области, который осуществляет целиком регулирование всех этих вопросов и гарантирует в рамках включения в программу конкретного дома перечни этих исполнений работ. Потому что они более важны и, скажем так, в действительности требуют некого надзорного усиленного контроля. А вот покрасить какой краской подъезд, это уже на решение жителей и вашей управляющей компании. То, что будет вонять так, что хоть... Ну, это уже ваше внутреннее, вы можете то же самое сказать, свое негодование. В платежке как называется эта статья сейчас? В рамках текущего? Для мелкого ремонта назовем. Для мелкого ремонта это все в строчке содержания и обслуживания жилого помещения. Сколько там получается? Ну, там тарифы разные, где-то 20 рублей, где-то 30 рублей с квадратного метра. Это зависит от вашей управляющей компании. Есть управляющие компании, которые, ну, допустим, берут 40-50 рублей с квадратного метра. А почему они берут больше? Они по договоренности с жителями. Они говорят, мы вас будем за 50 рублей. Я не видел, что ко мне компания приходила и договаривалась. Ну, я не знаю, значит, может быть, вы изначально приходили в жилой дом, где уже работала управляющая компания, либо приобретали там квартиру. Но вы согласитесь, что есть дом... Вы сейчас по-новому... Вот смотрите, вы сейчас по-новому зашли. Есть дом, где есть газоны, цветы и шлагбаумы. Это стоит одного содержания. Есть дома с минимальным перечнем по предоставлению услуг. То есть тем перечнем, который жители сами решили, определились с этим тарифом, его согласовали, и управляющая компания за эти деньги... Это примерно, знаете, как «Угадай мелодию». Я, говорит, угадаю с 10 нот, а кто-то сказал с двух. За сколько вы нашли управляющую компанию, за столько она вас и обслужит. Здесь тоже чудес не было. Называется «Угадай жилищную компанию». Ну, нет, ну из того перечня, который хотя бы... Я вас понимаю, вас понимаю. У нас совсем мало времени остается. И еще наше отопление, да, входит в эту квитанцию. Ну, это отдельная строчка отопления. Сколько сейчас, как она распределяется, скажите. Но она никак не распределяется. Есть тариф, четко умноженный на квадратные метры на площадь. Это по тем квартирам, которые не имеют индивидуальных приборов. Более сейчас современные. Я знаю, что есть с, во-первых, тепловыми узлами, счетчиками общедомовыми. И также с индивидуальными приборами по квартирным. Там расчет идет по гикокалориям, которые конкретно были поданы по этому жилому помещению. Последний вопрос. Что-то еще может добавиться в ближайшее время в нашу квитанцию, которая «радует нас» каждый месяц? Вы знаете, квитанция нас должна радовать только тем, что там не должно быть тех сумм, которые объективно мы лично как жители не подтверждаем в рамках предоставленной услуги. Если квитанция отражает реально перечень тех работ и объемов, которые мы потребили, вот это самый оптимальный вариант, к которому мы будем стремиться и делать эту квитанцию действительно объективно корректной для каждого жителя. Прекрасный финал нашей программы. Глеб Шамильевич Латыпов, заместитель генерального директора компании МОСОБЛ ЕРЦ. Еще раз обращаем внимание жителей городского круга Люберцы, что если вы столкнулись, условно говоря, с какими-то двумя квитанциями, вроде бы за один и тот же месяц, то не спешите платить по обеим квитанциям, а выясните у вашей управляющей компании, как чего нужно делать. Ну или еще раз пересмотрите нашу программу в интернете. Спасибо вам огромное. Это «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»